ну вы знаете решил вам заснять первую и шикарную находку вот такой вот вот митинг вообще верховой вот из этой ямки наш тык лопатой значит фундамент нетронутый возможно перспектива пошурфить есть итак ребят продолжаю шурфить и прям знаете выпало наверху то есть на штыки лопатой вот такая лопатка и эта лопатка к павушка интересная вещица если кому неизвестно что это такое к павушка и эта вещь предназначена для чистки ушей всю информацию подробную я в этом видеосюжете приложил по поводу к павушки ну а сегодня в рубрике находка с историей попался нам интересный и загадочный предмет дошедших до наших дней из древности как к павушка что же это такое и для чего она использовалась история изучения к павушек довольно скудно из-за отсутствия исследования в этой области к павушка известно еще из глубокие древности если верить археологам то первые к павушки появились еще во втором тысячелетии до нашей эры по версии ученых первые к павушки были сделаны из кости далее к павушки изготавливались из разных металлов помимо прямой функции вытаскивание серы из ушей также использовалась в качестве амулетов к павушки подвязали на веревочке на поясе вместе с другими металлическими предметами домашнего обихода считалось что их звон отпугивал злых духов также носились на шее вместе с крестиком или девушки вплетали шнурки с к павушками в косы к павушки имели сразу три назначения оберег украшение и предмет личной гигиены вообще к павушки очень интересный предмет для коллекционирования благодаря большому разнообразию видов материалов и форм можно собрать огромную коллекцию бывают к павушки в единственном экземпляре что делает их еще и инвестиционным материалом вот такой простой и немаловажный предмет который был с человеком с далекой древности и который изредка находится нашими братьями-комрадами по хобби надеюсь история находки вам понравилась и вы поддержите лайком ну а мы возвращаемся на шов приятного вам просмотра а кстати а вы находили подобные предметы если да то напишите в комментарии какой формы он был что изображено на ручке будет весьма интересно и а у Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Елизавета Петровна Дочь Петра I Екатерины I Вступил на престол в РФ в 1741 году Но серьёзные изменения в монетных делах начались только в декабре 1757 года Когда был издан указ о выпуске монеты совершенно нового образца Материал медь Диаметр 31 мм Вес монеты 20,48 г Гурт сетчатый Но от зависимости от чекана Монеты на разных монетных дворах Надпись на гурте отличалась Монета этого типа с вензелем Елизавета I Производилась в 1757 по 1762 год Цена монеты 2 копейки 1757 года В нумизматических аукционах В значительной степени зависит от состояния При оценке не менее важным критерием Является разновидность по типу штемпеля Применяемых при чеканке А их было предостаточно Давайте в этом разбираться На версии монеты вензеля Елизаветы I Представляющие собой объединение буквы Е Елизавета и латинское П Петровна Повторенные в зеркальном отображении Наверху императриская корона По бокам указан год Разделенный на две части 17 и 57 Окружает изображение два венка Связанные между собой бантом На реверсе монеты Помещено изображение Георгия Победоносца На коне Поражающее копьем Змеевидного дракона с крыльями Оборотная сторона чеканилась двух вариантов С обозначением карту же С номиналом две копейки В нижней и верхней части монеты Монеты с обозначением номинала В верхней части имеют интерес И повышенную ценность Ввиду заметной меньшего объема От чеканенных монет этого типа Эта монета производилась На Московском, Санкт-Петербургском, Сестрорецком И Екатеринбургском монетном дворе Монеты этого типа Чеканили как на гладких кружках И посредством перечеканы Из монет схожей весовой нормы 5 копеек 1723 по 1730 1 копейки 1755 и 1757 И шведского 2 эре 1743 года образца Теперь давайте разберем Каждый монетный двор И отличительные черты монеты Московский монетный двор Красный монетный двор в Москве Чеканил номинал 2 копейки С 1757 по 1760 год Монеты этого двора Отличались от остальных Крупным садником И крупной короной На этом дворе существовало Два варианта Надпись номинала Под конем И второй Надпись Над конем Первый чеканился С 1757 по 1760 С сетчатым гуртом И гуртовой надпись Московского монетного двора Встречаются монеты Московского чекана С гуртовой надписью Екатеринбургского монетного двора Являются Неперегуртованной Перед перечеканкой Монеты 1 копейки 1755-1757 года Екатеринбургского монетного двора В монетах Московского монетного двора На реверсе номинал Снизу Можно выделить Лицевую сторону Раннего и позднего типа Определяемые по размеру короны Над вензелем императрицы Ранний тип Имеют узкую корону Тогда как поздний Более широкую С большим основанием На реверсе Также разделяют На ранний и поздний Вид чекана По всаднику Поздний тип всадника Выделяется Своим выступающим Вниз бицепсом На передней правой ноге У коня Следующий вариант Московского монетного двора Это надпись номинала Сверху Чеканился С сетчатым гутом Только в 1757 году Только перечеканкой Номинала 1 копейки 1757 Московского монетного двора Эти монеты Встречаются довольно-таки редко И имеют Высокую коллекционную ценность Санкт-Петербургский монетный двор Чеканил монету Имена 2 копейки С 1757 По 1759 Продукции Санкт-Петербургского Монетного двора Характерно Всадникам Меньшего размера И вытянутой По горизонтали Корона Над вензелем Императрицы Также подразделяются На два типа Имеются отличия По гурту Гурт сетчатый И с надписью Санкт-Петербургский монетный двор Встречается с гуртовой надписью Московского И Екатеринского монетного двора Являются Неперегурченными Перед перечеканкой Второй тип Санкт-Петербургского монетного двора Номиналом сверху Чеканился сетчатым гуртом Только в 1757 году Только перечеканкой Номиналом Одной копейки 1757 Эти монеты встречаются Довольно-таки редко И имеют высокую Коллекционную ценность Следующий разновид Печатался в Сестрорецком монетном дворе Оружейный завод Чеканил монету В 1757 И 1758 году Своих штемпелей На этом монетном дворе Не изготавливали А монета Чеканилась Из штемпеля Присланный С Санкт-Петербурга Изготавливались монеты Посредством перечекана Шведских монет Номиналом 2 эра Образца 1743 года Монета этого двора Чеканилась Только с вариантом Номиналом снизу С сетчатым гуртом Эти монеты Встречаются Довольно-таки редко И имеют Высокую коллекционную стоимость Екатеринбургский Монетный двор Монета Чеканилась С 1757 По 1762 Год Монета Этого двора Характерна Крупным всадником С округлым набалдажником В верхней части копья И вытянутые По вертикали короны Над вентилем Импротрицы Также имеются Два типа Номинал Над конем И под конем Номинал снизу Чеканился С 1757 По 1761 Как с сетчатым гуртом Так и гуртовой надписью Номинал сверху Чеканился С 1757 По 1761 Как с сетчатым гуртом Так и с гуртовой надписью Этот вариант Встречается Ощутимо реже Вы наверное Сломали всю себе голову С этой монеты Но как показала практика Наиболее простым признаком Определения Монетного двора Является корона Различаются следующие типы Это Московский монетный двор Санкт-Петербургский монетный двор Сестрорецкий монетный двор И Екатеринбургский монетный двор Ну а сейчас давайте О цене Этой монеты Как вы поняли Существует Два типа монет С надписью номинала Под конем И над конем А также Мелкие подразновиды Которые делают Каждую монету Уникальной Две копейки 1757 года Надпись номинала Под конем Начинается От 300 рублей И в сохране Иксев Составляет 4000 Это самая частая находка Следующий разновид Это Перечеканка Из шведского Два эра Гурт Сетчатый Цена От 15000 И в сохране Иксев 80000 рублей Две копейки Гурт с надписью Екатеринбургский монетный двор В сохране Вф 2000 Ну а Сохран Иксев Уже 9000 рублей Цена на двушку С надписью на гурте Московский монетный двор Не отличается От Екатеринбургского Монетного двора Также составляет В сохране Вф 2000 В сохране Иксев 9000 рублей Второй тип Более интересен Надписью Над всадником Гурт Сетчатый В сохране Вф 2500 В сохране Иксев 15000 рублей Двушка С надписям На гурте Екатеринбургского Монетного двора Оценивается В сохране Вф 600 В сохране Иксев 8000 рублей Ну и Самые интересные Разновиды Две копейки С надписью на гурте Московский монетный двор В сохране Вф Составляет 400000 рублей В сохране Иксев 800000 рублей Следующий разновид Это с надписью на гурте Санкт-Петербургский Монетный двор В сохране Вф 600000 рублей В сохране Иксев 900000 рублей Вот это я понимаю А мы ведь Находили Такую монету Вот вам Этому доказательство Коснуться тем Что смотрите Сверху Имеется надпись 2 копейки А вы находили Подобные монеты Какова их судьба Так что неплохо Пойдет Сохран Для Лизы Это очень хорош Если ты лопата Ну лопатой Ты не сильно засадил Просто немножко Срезал Рельеф А так Почистить Закатинировать Будет нормально Все Хватит Дорогой подписчик В связи с отключением Монетизации Хочу обратиться к тебе С поддержкой канала Если вам нравятся Мои видео И не хотите Чтоб я покидал Ютуб От вас Нужна материальная поддержка 50 рублей Для вас ничего А для меня Мотивация Продолжать Вас радовать Новыми выпусками Приму любую поддержку Номер карты Под видео В описании Заранее спасибо Итак, ребята Вот так разработали Здесь пацаны Фундамент И по находкам Что интересно Могу отметить Вот такая бутылочка Уксусная Это раз Затем вот такая Вот Маленькая Маленькая Но факт Фу Но факт Фу Что она С орлом Маленькая С орлом Так Ну это Вы должны знать Пряслица Так Что здесь От свистульки От свистульки Затем Вот такая Стекляшечка Интересная Ну и По монетам Немножко монеты Они тут нагребли Что за монеты Не знаю Вот вижу Что Вот пару Это Деньга Деньга По размеру Двушка Николаевский Образец Это у нас Судя по всему Царица полей Двушка Александра Копеечка Николаевская От манисты Чего-то Ну как-то так Ребят Пятнашка Советик Вот как Пойдет 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 Итак Ребята У нас уже Темнеет На поле Видите Огонечки Туда уже Ушли Так далеко Пацаны Вот Некоторые У нас Уезжают Это Диман Уезжает С комрадами Женек С комрадами И я решил При цвете Фонарей Вам заснять Не часто Сегодня у меня Монетки Выпадают Но это Монетка Размером Ой Размером С копейку Что за монета Ну это и есть Копейка Копейка Год Сказать Не могу Ну ладно Копеечка Зеленая Зеленая Она была Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok